Толкование на Евангелие от Иоанна Богослова, блаженного Феофилакта Болгарского. В тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из-за опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им, «Мир вам!» Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус сказал им вторично, «Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас!» Сказав это, думал и говорит им, «Принимите Духа Святаго! Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Когда Мария возвестила об этом ученикам, естественно было, что они или не поверили ей, или, поверив, пожалели, что не удостоились видеть его сами. Посему Он в тот же первый день является к ним, так как они, с одной стороны, услышав от женщины, что Он воскрес, жаждали видеть его сами, а с другой боялись иудеев и от того еще более желали увидеть это единственное для них утешение. является вечером для того, чтобы имели время собраться вместе, является, когда двери были заперты, для того, чтобы показать, что Он воскрес также тогда, когда на гробе лежал камень. Иной подивиться, как они не сочли Его за призрак. Но прежде всего, женщина, предварившая их, произвела в них сильную веру. Потом Он явился в коротком виде и голосом успокоил волновавшиеся мысли их, сказав, «Мир вам!» То есть, не смущайтесь, этим Он напоминает им то слово, которое сказал им перед страданием, «Мир мой даю вам!» Ученики обрадовались, увидев Господа, говорит Иоанн Богослов. Об этом Он тоже предсказывал им перед страданиями, «Я увижу вас опять и возрадуется сердце ваше». А так как они имели непримиримую брань с иудеями, то опять говорит им, «Мир вам!» Как женщинам сказал, радуйтесь, потому что они были в печали, так ученикам дают мир по причине брани, которую имели с ними, и будут иметь все. Итак, приличествует женщинам радоваться, потому что они осуждены, рождать в печали, а мужчинам быть верными по причине брани за дело проповеди, показывают вместе и благие вследствие креста, мир. А так как крестом приобретен мир, то говорит Иоанн Богослов, «Я посылаю вас на проповедь Евангелия». В утешение им и ободрение добавляет, как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Приимите на себя мое дело, посему ботовству идти бы я буду с вами. Примечая самовластие, не сказал, я умолю Отца, а Иоанн пошлет вас, но я посылаю вас. «Приимите Духа Святаго», – пишет Иоанн, – «Дух и дает им Святаго Духа». Дует и дает им Святаго Духа. Теперь он уделяет им несовершенный дар Святаго Духа, ибо таковой он даст им Пятидесятницу. «Но делает их способностями к приятию Духа, способными к приятию Духа, ибо слова «Приимите Духа Святаго» тоже, что «Будьте готовы принять Духа». Можно сказать и то, что он дал им некоторую власть и духовную благодать, только не воскрешать мертвых и творите силы, но прощать грехи. Посему и прибавил, кому простить и грехи, тому опросятся, показывая, что он дал им этот именно вид духовных дарований, прощения грехов. Фома же один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему, мы видели Господа. Но он сказал им, если не увижу на руках его ран и гвоздей, и не вложу перста моего в раны его от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра его, не поверю. После восьми дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди их и сказал, мир вам. Потом говорит Фоме, подай перст твой сюда, и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои. И не буди неверующим, но верующим. Фома сказал ему в ответ, Господь мой, Бог мой. Иисус говорит ему, ты поверил, потому что увидел меня, блажение не видевшие и уверовавшие. Фома не был с учениками. Вероятно, он еще не возвратился из бывшего рассеяния. Что значит замечание, называемое Близнец? Это значение имени Фома. Ибо как кифа значит камень, как Фома, так Фома значит Близнец. И евангелист упоминает о таком значении имени Фомы, чтобы показать нам, что он был какой-то недоверчивый. И имел такой нрав от самого рождения, как показывает само имя. Когда прочие ученики сказали о Господе, Фома не поверил, не потому что считал их лжецами, но потому что делал воскресенье, считал невозможным, почему и обвиняется в неумеренном любопытстве. Любопытную десницу, вспомните, да? И так скоро верить легкомысленно, так сильно упорствовать дико и грубо. Смотри, он не сказал, я не верую глазам, но присовокупил, если не вложу руки моей. Но откуда он знал, что была рана в боку? Слышал это от учеников. Для чего Господь является ему не тотчас, но спустя восемь дней? Чтобы он, внимая наставлению соучеников и слыша одно и то же, воспламенился большим желанием и сделался тверже верующим на будущее время. Подай руку твою, и вразумляет, не будь неверующим, но верующим. Отсюда ясно, что сомнение происходило от неверия, и посему напрасно некоторые в защиту Фомы говорят, что он нескоро поверил по своей основательности, ибо Господь называет его неверным. Фома сказал ему в ответ, смотри, как тот, кто сначала не верил от прикосновения к ребру, сделался отличным богословом, ибо он проповедовал два естества и одно лицо в едином Христе. Сказал, Господь исповедал человеческое естество, ибо Господь употребляется и о людях в значении, и Господин. Например, Господин, если ты вынес Его. А сказав, Бог мы исповедовал божеское существо, таким образом исповедовал одного и того же Господом и Богом. Господь показывает нам, что вера состоит в том, чтобы принимать невидимое, говорит блаженно невидевшие и уверовавшие. Много сотворил Иисус предучениками Своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь во имя Его. О каких знамениях говорит здесь Евангелист? Ужели о тех, которые Господь совершал до Своих страданий? Нет. Но о тех, которые Он творил после Своего воскресения? Ибо Евангелист прибавляет, сотворил предучениками Своими. Чудеса же до страданий Господь творил не перед учениками, а перед всеми. Посему Евангелист говорит теперь о тех чудесах, которые совершены Господом по воскресении Его. Ибо, общаясь с одними только учениками в течение сорока дней, Он представлял доказательство воскресения Его. Итак, из многих чудес, совершенных по воскресении, записаны одни только эти. И то не из хвостовства, или для приложения славы единородному, но, говорит, для того, чтобы дабы уверовали. И какая польза в том, и к кому сие относятся? Не ко Христу, ибо какая польза Ему от нашей веры? Но она служит нам самим. И веруя, говорит, имели жизнь во имя Его. Ибо веруя, что Он воскрес и жив, мы готовим себе сами жизнь, ибо Он воскрес и жив для нас. А кто думает, что Он мертв, а не воскрес и не жив, то Сам себе принуждает утверждать смерть и погибель. Дорогие мои, в эти дни праздника крещения Господня мы обновим в своем сердце веру в Господа, в Его спасительную миссию, в Его спасительную роль в нашей жизни, в жизни Святой Церкви. Ибо это не только наше личное спасение, но это спасение всей Соборной Святой Церкви. Поэтому мы являемся не просто каждый сам по себе, но народом Божиим, который вмещает совместно истину о спасении в Царстве Божием, ибо мы будем там не сами по себе, но вместе со всеми верующими. Да, тихое и безмолвное житие поживем в этом мире ради вечной жизни с Богом. Аминь.